Всем огромный привет! Наконец-то мы вернулись из путешествия домой. Ровно 40 дней нас носило по разным странам и городам. Всё же это замечательное ощущение возвращаться домой. И как вы думаете, чем я занялась в первую очередь? Стоило мне только сойти с поезда. Конечно же, я потащила мужа в багетку, забирать викторианский шар. Вот девочка из багетной мастерской нас увидела и говорит, «Ну где же вы пропали? Ваш замок вас уже заждался». А там дело в том, что когда сдаёшь работу на оформление, у тебя спрашивают, как эта вышивка называется, и её название пишут на бланке, чтобы уже те, кто делать будет непосредственно в мастерской, не перепутали с другой вышивкой. Ну вот у меня спрашивают, а как ваша вышивка называется? Я же говорю, викторианский шар, ну или можно викторианское очарование. Девушка засмеялась и говорит, «О нет, наши мужчины такого точно не поймут. Напишем просто, говорит, замок». А я рассмеялась, говорю, ну да. Я вышивала эту работу на улучшение жилищных условий, так что меньше, чем на настоящий замок я теперь не согласна. Вот мой замок меня дожидался больше месяца. Они его там поставили на самое видное место, так что все посетители этой багетки могли им любоваться. И вот теперь он, наконец-то, у меня дома. Картина получилась большая. Ну, постараюсь вам ее как-то показать попонятнее. Я уже вам рассказывала в предыдущем видео, что вот это паспорту мы выбрали сразу. Такое синее, бархатное, с белым срезом. Оно просто отлично подошло. А вот рамку мы долго и нудно выбирали. Но на наше счастье в багетку забежала какая-то девушка и указала нам на вот эту вот, собственно, раму. Я сразу же за нее ухватилась и сказала, что вижу свой замок только в таком оформлении. Ну, на этом мы и порешили. Так, если говорить о цене, то оформление обошлось нам в 250 тысяч рублей. Ну, белорусских рублей, конечно же. На русский это примерно на тысяча рублей. На доллары это 23 с копейками где-то доллара. Ну, или 18 с половиной евро. Ну, а что же насчет улучшения жилищных условий, спросите вы меня, да? Эти улучшения уже есть. И вы знаете, для меня то, что произошло, это не менее волшебно, чем если бы на меня сейчас с неба упала новая квартира. Дело было так. Пару недель назад примерно муж мне предложил перевезти все наши вещи, вот абсолютно все наши вещи со съемной квартиры к родителям и уехать надолго в Таиланд. Ну, вы знаете, что мы два года жили в Таиланде. Для нас это не впервой такая авантюра. И вначале я как-то всеми руками была за эту идею. Ну, первые два-три часа точно. Было интересно, конечно, обсуждать эти перемены с мужем, с его мамой, с сестричкой. Мы в тот момент были у Димкиных родителей в гостях. Но спустя где-то два часа, когда я прочувствовала то, как я собираю вещи, мы лишаемся этой квартиры, уезжаем, я поняла, что не хочу, не хочу я и все. Тут вот квартира, которую мы снимаем сейчас в Беларуси, она мне показалась такой обалденной. Ну, еще и друзья наши тут, мы подружим, да, они говорят, надолго мы вас не отпустим ни в какие-то Таиланды. Ну, и вы знаете, я поняла, что во Вселенной ничто не делается просто так. И что это предложение было сделано только лишь для того, чтобы я стала оценить то, что имею в данный момент. И что мое место тут, ну, пока тут. Ну, а в теплые края можно на два-три месяца поехать и при этом не лишаться квартиры, привычной жизни. Все-таки возвращаться домой — это круто. А уж возвращаться домой, где тебя ждет станок, куча наборов для вышивки, где весь шкаф забит настольными играми, и где в соседнем доме живут потрясающие ребята, с которыми ты в них играешь. Ну, это еще круче, я считаю. Вот. Когда я вышивала домик, то я как-то думала, что он будет висеть в коридоре. Ну, не в этой квартире, какой-то другой, да. Ну, возможно, мы сменим квартиру, но ни город, ни район. А пока что я повесила его в своей комнате, где я рукодельничаю на одной стене с моим мостом желаний. И да, я уже живу в замке. И не важно, что замок состоит всего из трех самых обычных комнат. Для меня это замок. И я в нем, ну, не королева, да, королева же во дворце живет. Как же назвать того, кто живет в собственном замке? Ну, в общем, я хозяйка замка. Я уважаю и очень люблю место, в котором живу. Картины вот вышиваю, чтобы его украсить. Вот, мои дорогие, попробуйте тоже взглянуть на свое жилье по-новому. Если бы вот вы сейчас вдруг по волшебству со всем своим скарбом перенесли сказочную реальность, вот во что бы превратился ваш дом? Может быть, во дворец? Или в уютную хижину на опушке леса? Или, может быть, в избушку самого синего моря? Подумайте об этом, напишите мне. На этом все. До новых встреч. Теперь я дома буду снимать побольше видео. Так что пока-пока.